Ну, вообще, я не хотел начинать с угроз, я думал, что я начну с каких-то хороших вещей и скажу, ну вот, а еще нам какие-то грозят плохие вещи. К сожалению, конечно, в последние дни мы стали свидетелями очень серьезных угроз, которые грозят всем в целом инновациям и инновациям, связанным с интернетом для гражданского общества. И, конечно, мы говорим о, скажем так, веерных блокировках, блокировках в целом. Я вот, кто вчера почувствовал, позавчера почувствовал, что какие-нибудь сервисы не так работали, что вам нужно, так, ну да, есть руки, да, что, ну, в общем, вы поняли, да, что что-то, как какие-то вещи, к которым мы привыкли, уже работают не так, как раньше, и нам приходится устанавливать VPN. Конечно, скорее всего, это вполне вероятно продолжится. От нас могут забрать многие другие сети, к которым мы привыкли, и к этому, очевидно, нужно как-то готовиться. И, скорее всего, если это действительно произойдет, это значит, что для всех присутствующих, не только для присутствующих, нужно будет как-то адаптироваться. Помимо этого, угрозы перед гражданским обществом стоят тоже, в том числе и от тех, кого могут заблокировать, да, это от архитектуры, которая позволяет распространять и собирать, точнее, данные о всех нас, не только о нас, но и о наших благополучателях. Вот, и не обязательно для каких-то хороших целей. Но, как говорится, есть и хорошие новости. В целом, несмотря на, в общем, враждебные какие-то ветры, интернет-ветры, интернет-пакетов, интернет растет, да, и интернет в России. В России интернетом пользуется порядка 90 миллионов пользователей. Здесь удобно проводить конференцию сразу после российской интернет-недели, потому что сразу есть свежая статистика. Да, это 73% населения. Многие из этих миллионов человек, наверное, пользуются интернетом в ближайшие несколько лет. Они новички, да. Я думаю, многие современные дети лучше разбираются у многих этих миллионов россиян в интернете. Но, так или иначе, это все наша аудитория. Это ресурс для гражданского общества. Это ресурс для коммуникаций. Это ресурс для фандрейзинга. Это ресурс для компаний в защиту общественных интересов. И это говорит нам о том, что у нас появляются возможности для более глубокой коммуникации. И в данном случае, конечно, я не обойдусь без бессовестного пиара. Здесь мы, на мой взгляд, в плане теплицы, мы закрыли вопрос, на наш взгляд, по крайней мере, с базовой коммуникации для некоммерческих сайтов, создав проект «Кандинский», выпустив его в сентябре прошлого года. Вот буквально недавно совсем свежий фонд «Гольфстрим». Это настоящий сайт. Собственно, они зарегистрировали, поставили. И таких сайтов, начиная с запуска, появилось малых, средних некоммерческих организаций, собирающих деньги, просто представляющих себя, появилось 30 штук как минимум. Но мы, разумеется, не говорим о том, что мы единственные. Далеко нет. Есть прекрасные сервисы. Это «Тильда», «Редимаг». Вот прекрасный проект для художников с ментальными нарушениями «Широта и долгода», который только запускается. Вот без особенных каких-то усилий на «Редимаге» собственно общественные активисты смогли создать понятный доступный сайт с призывом к действию, с описанием, который действительно им помогает и работает, собственно, как их непосредственный инструмент. И сайты важны не только, собственно, как представление. Я думаю, этот шаг мы все уже завершили. У нас 2018 год. Интернету, сколько у нас сети ВВВ, у нас 27 лет. Это вполне такой зрелый уже возраст. Этот этап, на мой взгляд, для некоммерческих организаций завершен. Тот горизонт, который некоммерческим организациям теперь, на наш взгляд, необходимо для себя рассмотреть и активно использовать, это, конечно, вопрос с данными. И здесь мы будем сегодня много говорить по поводу данных, по поводу данных внутренних, по поводу открытых данных, по поводу мониторинговых данных. И я, наверное, расскажу, пожалуй, только о тех проектах, которые на эту конференцию не попали. И, собственно, интрига, что вот обратите внимание, какие у нас будут прекрасные проекты, которые как раз вопрос с данными всячески используют, открывают для себя. Вот проект «Красноярское небо» с независимой сетью датчиков качества воздуха. Сегодня у нас подобный проект из Челябинска, чему мы несказанно рады. Это дроны, которые уже используют ВВФ. Это проект с хакатона, который прошел у нас в Санкт-Петербурге, когда кризисный центр для женщин собрали данные, которые как бы не в воздухе, не на аэрофотоснимках, которые у нас в социальных сетях. У них было предположение, что сейчас в преддверии Чемпионата мира появляется все больше и больше рекламных объявлений, набирающих женщин практически в проституцию в преддверии Чемпионата мира. Они сделали анализ социальных сетей, собрали данные по объявлениям. Получилось, что их предположения верны. С февраля по март число таких объявлений увеличилось в 10 раз. Вокруг нас, вокруг некоммерческих организаций, есть огромное инфопространство, которое некоммерческие организации пока не до конца освоили. И это на самом деле огромный ресурс не только для изучения тех проблем, с которыми вы все боретесь, но и для понимания своего собственного эффекта. Все, кто задумывается о мониторинге социального эффекта, анализ социальных сетей, отличная вещь. Блокчейн. Это, наверное, слово набило оскомину. И мы сначала пытались сделать одну дискуссионную панель, посвященную только этому. Поэтому, к сожалению, пока технология находится в стадии совершенно какой-то перегретой, никого, кто занимался бы общественными проектами в России найти не удалось. Точнее, не так. На панель не удалось. У нас будет сегодня один прекрасный проект, посвященный блокчейну в самом начале. Но просто, скажем так, достаточное количество собрать не удалось. Но, например, мы знаем, что в прошлом году появилась и оформилась криптоблаготворительность. Вот в «Подари жизнь» аж собрали полтора миллиона долларов. Интересно, по какому курсу у биткоина. И, наконец, хотелось бы отметить платформенный подход. Я думаю, сегодня как раз в секции Влада, посвященной интеллектуальному волонтерству, я думаю, вы поговорите о платформенном подходе достаточно много. В частности, в контексте и платформы IT-волонтер, и в контексте платформы Volantim. Когда организации некоммерческие не стремятся к тому, чтобы сами оказать какие-то услуги, а создают условия для того, чтобы много людей, обладающих подобными навыками, оказывали эти услуги тем, кому они нужны. И я думаю, это вот здесь на самом деле один проект, который меня за прошлый год поразил. Это один плюс один. Он сочетает в себе как платформенный подход, так и блокчейн. Вот здесь вот можно зайти, посмотреть все их транзакции, куда все эти транзакции идут. Это полная прозрачность. Полная прозрачность и неизменяемая прозрачность. Что, на мой взгляд, безумно здорово. И сегодня мой посыл был бы такой, что сегодня у нас будут докладываться порядка три десятка специалистов, три десятка человек, которые попробовали в прошлом году что-то новое. Они, как говорится, вышли из комнаты, совершили ошибку. Может быть, не одну. Но в этом есть смелость, в этом есть риск, в этом есть красота. Поэтому, уважаемые коллеги, я хотел бы всех, чтобы мы все поприветствовали, и многие из вас поприветствуют фактически себя, этих прекрасных людей, которые дают всем остальным пример. Давайте поаплодируем.